Главный по чистоте. В советском округе Омска выбрали лучших дворников. За победу в конкурсе боролись представители 11 управляющих компаний. Организаторы рассчитывают в будущем привлечь больше участников и даже присвоить соревнованию статус общегородского. В конце концов, выигрывают в нем не только работники коммунальной сферы, но и весь город, который станет чище. Дмитрий Куканас продолжит. Это служба без преувеличения. И опасна, и трудна. Вот сегодня с утра, например, минус 33, и есть реальный риск получить оборожение. А монотонные нагрузки с лопатой или метлой требуют определенной физической подготовки. Артем Языков на работу вышел еще затемно. К приезду съемочной группы успел почистить двор, убрать мусор у одного дома и перешел к следующему. Всего в его видении три пятиэтажки. Артем, ну вообще есть какие-то ограничения по температуре, когда вы можете не выходить на работу? Да нету. Оделся потеплее и работаю. Подсчитывали, сколько вы за зиму перекидываете кубометров снега? Ну вот этого нет, не подсчитывал. Вот на этот дом уходит. Там подбираешь все. Час, два. А другие, то получается полный рабочий день. Его добросовестное отношение к своим обязанностям жители заметили сразу. Работодатели выдвинули на окружной конкурс. Единственного из 17 дворников местной управляющей компании. Во дворе стал порядок. Все чистенько, никаких сугробов, ничего. Молодец. Мы рады, что наконец у нас появился хороший дворник. У нас есть положение оплаты и стимулирование труда. Я думаю, мы тоже его отблагодарим за такую добросовестную работу. Артем стал лучшим в советском округе. К слову, в Омске только здесь проводится подобный конкурс. Таким мероприятием организаторы подчеркивают важность труда специалистов благоустройства. Победа в нем не только общественное признание и благодарность жильцов, но и денежная премия. Правда, в размере зарплаты, которая по-прежнему остается ниже среднего. Дмитрий Куканов, Алексей Попов и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.